Всем привет! Решил поговорить о матче Германии-Шотландии, который вот только что завершился. Победы сборной Германии со счетом 5-1. Ну, в целом, конечно, я понимал, что Германия выиграет, говорил, что выиграет, но я не думал, что они выиграют с таким разгромным счетом. Сборная Шотландии просто показала себя, как, наверное, худшая команда. Я другие не видел команды еще, но так как они играли, так в футбол не играют. Это просто вышли, я не знаю, очень посредственные игроки, просто команды нет. И тренер достаточно посредственный у сборной Шотландии, потому что я посмотрел, он особо нигде так не тренировал, тем не менее сборную Шотландии тренирует. Неужели в Шотландии нельзя другого тренера было взять? Мне, конечно, все равно, я особо за Шотландию не болею, потому что мне как-то она по барабану, это сборная Шотландии. Но в целом могу сказать следующее. Я считаю, что, конечно, Германия показала очень хороший футбол, очень качественный. Да, у них в атаке все неплохо было, и комбинации хорошие были, или удары там, и за пределы штрафной. Но все равно сборная Шотландии оборона просто решето, полнейшая. И Германия забила еще не так много, они могли забить гораздо больше, они могли и 10 забить в Шотландии такой, никакой. Поэтому тут даже меня на стриме спросили о том, как говорится, про Шотландию спрашивали, про Германию, про 24 команды на чемпиаде Европы спросили. Да, и я согласен с людьми некоторыми, которые писали, что нужно сокращать чемпиаде Европы до 16 команд. 16 команд, вот я считаю, конечно, для Евро это оптимальная схема, потому что все-таки несколько команд, но они пассажиры, туристы. Вот одна из них это сборная Шотландии, которая, скорее всего, займет последнее место в этой группе, потому что не хочет, чтобы такие сборные поднимали участие. Я даже не буду говорить о том, кто там забивал, потому что там у Германии полкоманды забили. Там и Фулькрух, и Эмрэджан, и Вирц забил, и Мусиала. То есть, ну, как говорится, вся атакующая группа и полузащитники. А у шотландцев автогол, точнее не у шотландцев, а у немцев Рюдигер. Ну, это не частный случай, я считаю, потому что, ну, отскочил вот так вот, да, неудачно, со штрафного. А так, в целом, Шотландия даже на этот гол не наиграла. Но им повезло, просто очень крупно повезло, что они забили. Но считаю, что у Шотландии все-таки шансов нет, а Германия, я думаю, что в своей группе должна занимать первое место. Всем спасибо за внимание, пока. Субтитры сделал DimaTorzok